Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня у нас еще один рецепт из кабачков. Готовим спагетти из кабачков. Очень вкусное блюдо, которое подойдет на любой гарнир. Готовится очень быстро и просто. Для начала подготовим все необходимые ингредиенты. Морковь очистим от кожуры. У помидора сделаем надрезы крест-накрест. И зальем его кипятком. Отставим на одну минуту. Три зубчика чеснока мелко порубим. Минута прошла. Убираем шкурку у помидор. И нарезаем на мелкие кубики. Кабачок для этого рецепта очищать не нужно. Тем более сейчас сезон и шкурочка совсем тоненькая. Его нужно хорошо помыть и отрезать попки. Для того, чтобы сделать спагетти из кабачка, можно использовать несколько способов. Можно их натереть с помощью вот такой терки. Вот таким образом. Также это можно сделать с помощью обычных приспособлений для очистки овощей. Для того, чтобы спагетти у нас получилось потоньше, я делаю вот такие надрезы вдоль. Два надреза. Раз. И два. И теперь с помощью обычного приспособления для очистки овощей буду как бы очищать кабачок. Таким образом у нас будет формироваться спагетти. В итоге у нас получилась целая тарелка спагетти. И точно так же поступаем с морковью. Нарезаем ее вот на такие длинненькие спагетти. И теперь перебираемся к плите. Хорошо разогреваем сковороду. Выкладываем на нее кусочек сливочного масла. Чтобы сливочное масло не подгорало, добавляем также растительное масло. Если вы сидите, например, на диете, то можно все приготовить с любым растительным маслом. Выкладываем сюда мелко нарезанный чеснок. Немного перемешиваем. Затем добавляем морковь и помидоры. Обжариваем на среднем огне буквально пару минут. И затем выкладываем наши кабачки. Все перемешиваем. Огонь оставляем средним. Нам не нужно, чтобы кабачки тушились. Нам нужно именно их поджарить. Оставляем обжариваться в течение 5 минут на среднем огне. Больше 5 минут я не рекомендую обжаривать, чтобы кабачки у нас не превратились в кашу. Примерно через 3 минуты приготовления кабачки солим. Соль, перец берите по вкусу. Перчим. И добавляем любимые специи. У меня это итальянские травы. Еще раз все перемешаем, чтобы все специи объединились. 5 минут прошло. Выключаем огонь. И теперь сервируем наше блюдо. Спагетти из кабачков можно присыпать натертым сыром, украсить зеленью, присыпать кедровыми орешками. Это все на ваш вкус. Но само по себе блюдо уже получается очень красивым и не требует каких-то отдельных украшений. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго. И до новых встреч. С вами была Виктория. Субтитры подогнал «Симон»!